Всем привет! Вы слушаете очередной выпуск подкаста SDCast о разработке ПО и его окрестностях. А сегодня у меня в гостях Константин Никифоров, руководитель группы системных администраторов в Mailer Group. Костян, привет! Привет! Ну что, вначале, как всегда, по уже такой неявной традиции, расскажи пару слов о себе, так сказать, чем ты занимаешься, как давно занесло тебя в наш айтишный мир. Ну, занесло меня, как и тебя, с того же самого института в 2000-м году. В 2006-м году я выпустился, после чего проработал недолгое время, в течение года где-то или двух лет, в конце своего института я проработал разработчиком на языке 1С. Ужас! Нет, почему? Я считаю, что отличное изобретение для отличного распила бабла. Потому что огромное количество кода, которое написано на этом языке, стоит столько, сколько не стоит сишний. Главное, быстро и сердит он, деньги зарабатывать. Вот, потом я перестал быть разработчиком. Я решил, что я буду заниматься администрированием серверов. И проработал недолгое время, примерно где-то около девяти месяцев, чуть меньше года, в компании торговой и не кейщиком. В чем я, собственно, достаточно быстро зачаровался. Потому что там делать совершенно было нечего. И после этого я уже попал в среду Unix администрирования. Профессионально занялся этим в компании MediaMir. Это дочка РВК. Такие проекты, как FotoFile.ru. Какой, кстати, Linux был твоим первым? Linux был первым. Дженту. Вот так вот сразу, сурово. Да, потому что есть такое поверье, что лучше Linux тот, который знает твой знакомый гуру. Поэтому, когда я пришел к своему знакомому гуру, и сказал с Терегой, что какой Linux? Он говорит, ну, Дженту, конечно. Надо отдать должное, что перед этим я использовал примерно года полтора FreeBSD, еще там версии 4. 4.4, что ли? 4.4. Но у меня, собственно, FreeBSD тоже была первой, так сказать, первым Linux. И то же самое, потому что я поверю, так сказать. Кто знал, тот кто что знал, то с чего я с тобой и начинался. Тоже это была 4.4, 4.4, потом сразу там 5 уже, ну и так далее. Ну, типа того, да. Вот, собственно, после того, как я проработал полтора года в компании MediaMir, я уже с многими моими коллегами перешел в компанию Mail.ru Group. Это было в 2008 году, тогда еще не было Mail.ru Group. Еще был принят другой ООО, или ООО, я уж не помню. Не столь важно. Да, и вот уже последние 5, там, с лишним лет я, значит, тружусь на благо компании Mail.ru Group. Ну, и чем занимаешься ты, непосредственно, там, твой отдел, в котором ты теперь уже, так сказать, руководитель группы, как гласит надпись на твоей визитке? Мы занимаемся, собственно, эксплуатацией. Нынче в крупных компаниях данные отделы называются именно так. Отдел эксплуатации. В наши обязанности входит, имеется в виду нашего департамента, входит непосредственная физическая установка и сопровождение дата-центров, установка серверов, установка оборудования для серверов, дополнительная установка оборудования для дата-центров, построение дата-центров и так далее, и тому подобное, прокладка магистральных каналов, немагистральных каналов, любых других каналов связи. В этот же департамент входят, соответственно, все, ну, мы их в медиамире называли 333-шники, поскольку там был номер саппорта технического 333, и как-то так повелось, что я их с тех пор так называю. Собственно, техподдержка офисная. Со всеми серверами и их оборудованием. И, соответственно, сервера непосредственно, софт, который мы эксплуатируем. То есть, все то железо, которое используется непосредственно в продакшене Mail.ru и сопутствующих типа ITT, Невалов, Астромов. Ну, понятно, понятно. И какие у вас вообще, так сказать, Linux, на чем вы там живете, как все это. Вот, хотелось, конечно, поговорить, в первую очередь, вот, ну, мне всегда было очень интересно, никогда я с этим не сталкивался, именно как происходит тут обслуживание большого такого парка серверов, да, машин в крупных компаниях. Потому что у нас там сервера, это там исчисляются десятками, да, в лучшем случае. У вас они сотнями, тысячами. Ну, тысячи серверов на отдел, это считается мало, да. Вот, вот, вот. Поэтому очень интересно, так сказать, как вы всем этим управляете, как, ну, начнем по порядку, да, там, как там разворачивается все это дело, какие вы инструментами пользуетесь, интересно узнать. Ты задал сразу четыре вопроса, просто в одном. Причем начиналось это все с дистрибутива. Давай я расскажу сначала о дистрибутивах, которые мы используем. Потому что у нас департаментов, которые, не департаментов, а отделов в нашем департаменте огромное количество. Даже по внешней, так сказать, структуре портала и наших сервисов можно понять, что есть достаточно крупные отделы, такие, как, например, почта, как один из самых первых, самых крупных. Да, конечно. Такие отделы, как там маленькие проектики портальные, типа Автомейл.ру, там Леди Мейл.ру, Дети Мейл.ру и другие Мейл.ру. Такие, как Поиск Мейл.ру, что, естественно, не может быть мелким проектом по своему определению. Одноклассники, те же самые. ITT, которых огромное количество. Все, соответственно, отделы разные. Все используют достаточно разные дистрибутивы. Конечно, поговорим о том, чем ты конкретно. Что тебе ближе, что ты знаешь. Но глобально, в основном, мы используем сейчас CentOS, соответственно, последней версией 64-бит. Стараемся везде использовать его. Мы в нашем отделе вот только в этом году, буквально в ноябре, искоренили последнюю машину, которая была CentOS 5, которая была i386. Мы, собственно, по этому поводу нам HR-ы проставили пиццы. И мы всем этажом, значит, у нас есть такой специальный этаж, в котором мы сидим. Собственно, это весь технический департамент. Это, соответственно, все Nokia и практически все системные администраторы, за исключением отделов одноклассников и еще парочки. Практически такой этаж в 100 человек, который занимается эксплуатацией серверов. Закупка, эксплуатация и так далее и тому подобное. Вот, собственно, у нас есть такое небольшое достижение. Мы как раз в ноябре или октябре, уж не помню точно, убили последнюю машину, которая была пятой CentOS. И у нас остались только шестые CentOS, только 64-битные. Никаких других у нас нет, что, собственно, нам облегчает жизнь. Ну да, это, конечно, единообразие, это, в общем, классная штука. Ну да, надо отдать должность, что все-таки многие принимают те или иные аргументы в пользу того или иного дистрибутива. То есть, например, ITT, ну, это Аструмнивал, ITT-шники, там, сложно с их структурными подразделениями, они используют агенту. Вот так вот, хардкор. Вот. А когда я пришел работать в Mail.ru, у нас в основном использовались дистрибутивы настолько разные, что это был ужас и кошмар. Это были дистрибутивы, начиная там от Соляры, случайно залетевшей. Ну, еще Сановская, соответственно, конечно же. Федоры второй. Дальше перечисляя все версии, вплоть до девятой. CentOS с четвертой и заканчивая шестой. FreeBSD, начиная с четвертой и заканчивая седьмой. Практически всех мажорных и минорных версий. Ну, и, в общем, в какой-то момент все-таки по общему решению и общему указанию сверху было решено все-таки все универсализировать, все собрать под одной какой-то операционной системой. Потому что поддерживать все это дело не столько было сложно нашему департаменту, поскольку там было сделано, наверное, количество костылей. В общем, как обычно это бывает у системных администраторов, которые помогают это как-то немного структурировать. Но, в основном, это, конечно, было сложно разработки, потому что разные версии глипцов, разные версии библиотек, а синхронизировать их практически не было никакой возможности, потому что FreeBSD достаточно большая разница. Все-таки там... И не бог с ними, с дистрибутивами, потому что, сам понимаешь, что там в 2008-2009 году от Fedora Core 2 остались только роги да ноги. И запись вышлю, как бы все, больше ничего не было. Поэтому там половина, практически, свой дистрибутив был. Ну, в итоге перешли на Сентоз и рады этому. Практически все отделы большого Mail.ru, имеется в виду не ITT-одноклассников, а порталы, поиски, собственно, и так далее, перешли на Сентоз. Ну, и практически все уже перешли на 64-битный процесс, пока миграция, поскольку железа, достаточно было много. Ну, понятно. На основном Сентоз. Понятно. Да, мы, соответственно, я занимаюсь, руковожу небольшим отделом обслуживания, у нас это называется отдел РБ, 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 да, Ротейт Баннерс. Собственно, это два сервиса, которые компания Mail.ru предоставляет рекламодателям. Это старая медийная РБ, которая там уж не знаю, каким образом продается, видимо, за какие-то большие деньги и как-то по почте. Наложенным полтежом. Да, да, не знаю уж, как она там конкретно это все работает, потому что достаточно дорогие, естественно, как ты понимаешь, рекламные места. Это типа главный там и тому подобное. И, соответственно, молодой наш сервис, там года два сейчас уже, наверное, уже чуть больше года точно в продакшне, то есть два. Это Target Mail.ru, собственно, это такая альтернатива таргетинговой рекламы, как там Бегун, допустим, Яндекс.Директ и тому подобную вещь. В общем, пользуются людям, предоставляют площадки, там всякие одноклассников, мой мир и так далее. Достаточно юзабельная вещь и для наших регионов очень полезная. Понятно. Вот, собственно, мы это дело обслуживаем. У нас там достаточно несколько сот серверов на этом всем изобретать в грудь. Понятно. Слушай, а вот такой вопрос тоже всегда был интересен. Вот мои, вот сидят программисты, да, там программируют, значит, что-то думают, вот, изобретают. Потом настает время, когда там, я не знаю, там проходит какое-то тестирование. Дальше это дело должно так или иначе попасть в продакшн, понятное дело, да, выкатиться уже на боевые сервера. Это, к мне, это тоже вот одна из ваших основных, так сказать, задач по этим проектам, да, ну, как пример. Ну, если говорить о деплое непосредственно кодных сервера, то в нашей компании политика такая, что разработчик к продакшн доступ не имеет. Ну, это... Не в каком виде. Ну, это, конечно, правильно. Вот я, собственно, хотел, как происходит, когда там, да, разработчик говорит, у, ребята, все закончили, вот, надо выкатывать. Ну, кто-то там, менеджер принимает решение выкатить, так сказать, нового релиза. Когда все попадает к вам, как все это вот происходит? Тут надо отдать должное, что у разных отделов, опять же, своя разная система выкладки и своя. Кто-то там, у нас там, например, одноклассники, они, по-моему, всячески используют новомодный агил, не знаю, как он там правильно называется. Методологии, так сказать. Да, да, методологии. И у них там целое такое лохматое. У нас, как бы, все достаточно, ну, более-менее стандартно, то есть, как бы, разработчики пишут код, у них там есть, соответственно, своя, соответственно, система разработки, свой, своей методологии разработки, как там, свое бранчевание, свои, там, и так далее. Дальше, соответственно, соответственно, это тесты. У нас есть там несколько отделов, ну, там подотделов таких маленьких тестирований, которые тестируют функционал сервисов. После чего, соответственно, прохождение тестирования, создается тикет уже на эксплуатацию. Тикеты на эксплуатацию могут создавать только начальники, собственно, отделов, то есть, только начальники разработки. У нас есть много там подотделов, то есть, у нас есть, например, отдел там в рамках одного проекта, там, таргеты, допустим, есть отдел системной разработки, есть отдел интерфейса, даже в интерфейсе есть два отдела. Один, который отвечает за интерфейс непосредственно программулины, то есть, JS и так далее, а второй, который отвечает за доступ к данным, системный интерфейс. Поэтому таких подразделений достаточно много, и на каждую свою подсистему они имеют право порождать задачи на эксплуатацию. Всё это делается через Task Tracker, в нашем случае, как и в случае Яндекса, по-моему, это Jira. Ну, у Яндекса, насколько я помню, как говорил Бобук, они на 60% переписали Jira под себя. Ну, там Jira, если ты её видел, это такая очень монстрообразная огромная продакшн-аппликейшн, в которой всё он умеет и так, и сяк, и наперекосяк. В принципе, я, слава богу, с ней не связывался, её не эксплуатирую. Мне кажется, с точки зрения эксплуатации тоже, мам, не горю. Потому что такой дорогой софт не может просто работать. Это Enterprise уже. Да, не может такой Enterprise просто работать. Так не бывает. Ну, ладно. Поэтому у нас тоже там целый отдел сидит и пишет эту Jira. Я серьёзно. То есть, как бы у нас есть отдел подразделения внутренней разработки, которые занимаются там внутренним порталом, внутренним, там, не знаю, той же самой адресной книгой, там, с какими-то сотрудниками, там, ещё какой-то фигня. И в том числе этой Jira. Это, конечно, тоже там целый отдел людей сидит и делает. Слава богу, я с ними не пересекаюсь. Ну, да. Меня устраивает вполне то, что я вижу в трекере. То есть, для меня прозрачно. Я могу себе... Мне это позволяет, собственно, настраивать разные фильтры, разные там, схемы смотреть, разные графики, разные диаграммы. Это, собственно, мне больше, чем достаточно, гибкости этой. И это меня устраивает. Вот. Соответственно, выкладка происходит очень простой, ну, как бы, как я уже говорил, разработка. Коммит. Из коммита таск на наших куашников. Куашники approve, не approve. Из этого approve, соответственно, разработчики обратно возвращают на выкладку. Соответственно, полностью ответственность за выкладку кода несёт у нас всегда админ, потому что, ну, так вот повелось в нашей компании, что, поскольку мы являемся последним рубильником, который мы дёргаем, то мы являемся первым рубильником, который это всё отдёргивает обратно, если что-то пошло не так. Ну, да, да, да. Вот. И чтобы не было больше одного, одной точки входа и выхода, всегда эта точка выхода, точка входа и выхода, собственно, админ. Поэтому разработчики не имеют доступа на продакшн ни в каком виде. То есть, никаких не там, ни шеллов без рутов, ни шеллов вообще не имеют. Никаких не имеют, соответственно, там, дырок для мускулей, чтобы в живую мускуль поселектить, например. Это тоже мы не разрешаем. Понятное дело, что, конечно же, в код можно накомнить, что хочешь, но этим занимается другой отдел, который называется IT-безопасность. И, собственно, они... Ну, понятно. Это, так сказать, уже до того, как оно попадает к вам. Вот. А дальше, соответственно, код у нас выкладывается исключительно пакетами. Разработчики нам предоставляют исключительно пакеты. То есть, вы, так сказать, не просто вам исходники, да? Вы, значит, сами как-то учитесь. Нет. Мы получаем, собственно, готовые рпм-пакеты. Если какие-то рпм-пакеты, у них там нарушена зависимость или нарушена функциональность, или какой-то рпм-пакет, бывает так, что, знаешь, бывает, разработчик накомитил, собрал пакет, а что-то запушит, там, файлик забыл, короче. А где-то он, не знаю, по какой-то причине не заметил. Но это где-то куашником проверяется тоже, так сказать, работоспособность пакета. Да-да-да. Ну, то есть, совсем неработоспособный проект, конечно же, до нас не доезжает. И там более сложные какие-нибудь вещи, типа, не знаю, там, какой-нибудь постскрипт в рпм, который собирает какую-нибудь штуку, которая используется потом где-то, и он по какой-то причине не отработал, потому что не было, так сказать, какой-нибудь директории, которые в рпм не прописали или нельзя прописать. Такие достаточно более сложные комбинации. Вот, соответственно, весь софт мы получаем только в рпм-пакетах, ставим только рпм-пакеты и так далее. Ну, естественно, откат тоже, так сказать, просто банально на уровне рпм-ок, да, так сказать, снос этого, накатывание предыдущего или как? Тут у нас более сложно, потому что последние два года мы занимаемся внедрением Puppet. Вот это, кстати, одна из таких тем тоже, которые очень хотелось обсудить. Сейчас в последнее время они очень набирают популярность, там Puppet, Chef и... Ну, Puppet, Chief, ну, там больше не знаю. Я знаю, что CFEngine некоторые используют, но это, конечно, несколько не тот уровень, чем Puppet и Chief. Ну, хотя у кого-то живет этот CFEngine. У нас была попытка внедрения CFEngine года три назад, но в итоге что-то как-то не прижилось. Может быть, там приготовили не совсем правильно, может быть, просто в тот момент были свои какие-то задачи, свои вопросы к этому, и человек, может быть, подходил к этому ответственно, а кто-то подходил не ответственно. В общем, концов не найти, как говорит у нас компания. В общем, CFEngine к нам не прижился. А Puppet вполне себе прижился. Отличная, в общем, система. Единственное, что у нас не так много как бы серверов в нашем отделе, там где-то порядка, не знаю, сотен, пяти, наверное, шести, что-то в этом районе. Это немного, это у нас маленький отдел считается. Вот, поэтому все прелести масштабируемости Puppet мы еще не осилили. То есть, есть известная на хабре статья, с которой они там часто были на Highload. По-моему, еще где-то были. Компания, по-моему, Badoo она называется. Баду, да. Они регулярно на всех конференциях выступают. Да, они, по-моему, несколько раз, значит, про этот Puppet. По-моему, Badoo все-таки было. Ну, в общем, не ладно, не буду. Потом, может быть, я в ноту где-нибудь напишу ссылочку. В общем, у них есть статья о том, как они вонзали Puppet, что они там используют Puppet DB, что у них огромные машины совершенно мощнейшие стоят для того, чтобы конфигурация разъезжала на одну минуту, что ли. В этом отношении у нас все проще. У нас Puppet сделан таким образом, чтобы он разворачивался по щелчку пальцев на любой машине в любом месте в любое время. Одна машина обычного, мы это называем фронт-эндом, ну, стандарт, сейчас, наверное, 26-20 процентов и памяти 16 мегабайт. Гигабайт, конечно. Ее хватает выше крыши для наших 400 машин. Соответственно, мы практически все перенесли в Puppet. То есть, у нас накатка конфигурации, изменение конфигурации любого сервера заключается в том, что мы делаем commit в Git. Коммит именно конфига Puppet, который влетает в Git, да, так сказать? Ну, весь конфиг целиком Puppet хранится в репозиторию Git. Собственно, мастер является нашей продакшн-конфигурацией. И коммит, собственно, в мастер. Приводит к накатке? Нет, он не приводит к накатке, потому что мы решили так не делать. Есть ребята у нас в одном из соединенных делов используют. Мы решили так не делать по одной простой причине, что, когда ты по Puppet накатываешь, чтобы откатить, тебе нужно делать либо rollback, либо что-то такое. Чек-аут с форсом. Да, либо чек-аут с форсом, пуш-форсом и тому подобные вещи. Зачастую, если это очень большие изменения, это приводит к тому, что ты можешь это занять достаточно значительное время. В связи с чем, у нас есть две кнопки. Одна кнопка коммитит в мастер, вторая кнопка выкатывает мастер на продакшн. Причем выкатывает мастер на продакшн у нас кнопки на самом деле две, потому что мы не используем, как советуют Puppet Labs, Marionet и Puppet DB с ActiveMQ или RabbitMQ с какими-нибудь очередями. Мы смотрели в эту сторону, но в итоге это такой еще один shell, еще с одной машины, которая может сделать далеко не только запуск Puppet-агента, еще много чего и, в общем, лишнюю дыру как-то и лишнюю сущность, за которой надо следить, мы решили не делать. Поэтому у нас свой Puppet-клиент, вернее не Puppet-клиент, а настройка на Puppet-клиент, который работает на всех машинах, свой шедулер очередей, который работает на централизованной машине и свой собственный интерфейс накатки серверов. То есть, чтобы, например, накатить, пришло какое-то изменение, допустим, обновление одного какого-нибудь пакета. Пакет установлен, предположим, на 100 серверах. Допустим, какой-нибудь Veeam. Новая версия Veeam. Новая версия Veeam, да. Соответственно, происходит следующим образом. Тикет приходит на отдел. Типа, ставим новую версию Veeam. Трам-парапам такую. Админ берет гид. Чекаутит. Соответственно, пулит, пушит. Все, что у него есть, все, что у него нет. Чтобы его непосредственно локальной репозиторией соответствовал мастеру, который находится на серверах. Делает свой бранч. В своем бранче делает изменения. Дальше идет на целевой сервер для тестирования. Запускает Puppet-клиент для своего инвармента. Который, собственно, смотрит в бранчик. Проверяет, что он делает то, что надо. После чего, соответственно, коммитит. После чего, соответственно, мерджит. После мерджа нажимает красную кнопку Deploy, которая выкатывает конфигурацию в Production. После чего на всех серверах можно будет накатить эту новую версию. Но у нас есть большой дашборд, на котором нарисованы все наши машины трех цветов. Красненький, желтенький и зелененький. Зелененький означает то, что последний чек Puppet-а. Был успешно? Прошел и никаких изменений на этом сервере не предвидится. То есть, он полностью соответствует мастеру. Желтенький означает то, что для сервера есть обновление. И его конфигурация текущая не соответствует конфигурации, находящейся в мастере. И красненький – это значит, что на этом сервере его конфигурация будущая не сопоставима с жизнью этого сервера. То есть, это либо синтаксическая ошибка где-то, либо какие-то депенденсы и тому подобные вещи. То есть, Puppet не накатится. Что-то не сразу случилось. А это все агенту проверяет? Да. Ты можешь это сделать, у нас такой есть интерфейс. Браузер, кнопочки, Enter, Check, туда-сюда. Все как у белых людей. По правой кнопочке можно посмотреть, какие изменения предстоят. Довольно-таки интересная штуковина. В принципе, может быть, когда-нибудь Рома свое изобретение нашла. Поскольку это делал, собственно, наш разработчик. По причине того, что мы решили, что Amarion это использовать не будем. В общем, решили, что мы не будем изобретать велосипед. Но все-таки изобрели велосипед, который, на самом деле, оказался для нас более юзабельным. После чего, проверив на одной машине, что все ок, нажимается кнопка «выкатить на все». Выбираются в интерфейсе машины. Нажимается Enter и следится за логами. Накатки всего это обязательно. Хорошо. А вот если, так сказать, тоже произошла какая-то, что-то не срослось уже при процессе накатки, как вы все это дело откатываетесь назад? Во-первых, мы можем нажать кнопку «прекратить». А во-вторых, почему мы разнесли commit, вернее, собственно, push в мастер с выкаткой мастера в продакшн. По той простой причине, что, чтобы не занимало много времени там всякие push-force и тому подобные издевательства на гитом, мы вот эта вот самая кнопочка красная, которая говорит «выкатить мастер в продакшн», имеет параметр «выкатить» конфигурацию на сегодняшнее утро, или на вчерашний день, или на предыдущий commit, или на commit 3 назад и так далее. Поэтому все, что надо сделать, это сказать «хочу утро» и все хнуть. Когда все было хорошо, да. Понятно, понятно. Это позволяет, на самом деле, откатываться значительно быстрее, чем любые вариации с хуками. Понятно, просто у вас заранее хранятся уже какие-то предыдущие некие состояния в кэш, чтобы более оперативно... Мастер? Да, мастер. Всегда мастер. В check-out'е мастер просто. А, ну просто на ту конкретную commit, либо куда-то, и уже из него происходит, так сказать, накатывание, да? Понятно, слушай, ну да, очень, так сказать, интересно. Интерфейсик надо было показать, конечно, если что-то забыл. Эх, тебе понравилось, честно. Ей-богу, вот надо было тебе в онлайне показать, я думаю, ты бы впечатлился. Ну, хорошо, как-нибудь покажешь. В любом случае, слушателям мы его не покажем, только если на словах передать. Ладно, ну а, слушай, вот какой софт вы вообще выкатываете? Просто интересно, чего используется вот в ваших, так сказать, проектах. Ну, у нас очень много, естественно, самописного софта. В основном это, конечно, CC++. Ну, да. В основной своей массе. В основной своей массе. А из open-source софта, если имеется в виду, на чем работают сервисы, это наши основные сервисы, собственно, это, конечно же, Nginx, это Nginx с нашими модулями, это Nginx с LA модулем, это Python Django, это, соответственно, что у нас там еще, господи, MySQL, Tarantula. Такой вот основной набор, наверное. Из служебного софта, опять же, самописный софт, который у нас есть. Ну, его там немного. В основном мы используем open-source. Это, соответственно, Graphite мы используем для построения графиков. Buckle используем для полного бэкапа машин. Сейчас уже все меньше и меньше используем, потому что у нас в основном конфигурация находится в папете, поэтому как бы... Ну, смысл особого. Да. Пока ленты у нас не будет, мы Buckle навряд ли сильно используем. Ну, может, ленты у нас будут, если будем хранить все за все время. А из служебного еще используем график. Папет, естественно, ну, само собой. И что-то мы еще используем. Ну, неважно, уже не помню. Понятно. Ну, а вот чего... Мониторинг свой. Мониторинг целиком полностью свой, как бэкэнд. То, чем мы собираем все алерты у нас, потому что отдельно от всего Mail.ru есть своя система, которая строит и графики, и мониторит. И мы экспортируем, в общем, мониторинг, в котором где-то там доклад был. Саши Веневшего, по-моему, где-то на просторах интернетов видео-версии он есть. И мы туда, соответственно, экспортируем тоже свои алерты для наших дежурных. Понятно. Понятно. Ну, как раз хотел немножко подробнее. Про мониторинг. Чем вы там, SNMP собираете статистику какую-то? Я тебе могу сказать одну вещь, что вариантов мониторинга есть два. Глобально. В любых реинкарнациях, каких он есть. Это активный мониторинг и пассивный мониторинг. Ну, понятно. Либо ты реквестишь, либо ты пушишь. Никаких других вариантов нет. Очевидные минусы и того и другого тоже как бы всем ясны. Реквесты, так сказать, должен делать это каким-то образом параллельно. И должен это сильно распараллеливать. И все равно это будешь накладывать так, что у тебя один чек стоит, а второй еще ждет. И, в общем, когда у тебя там кончатся ядра или что-нибудь еще. Или там упрешься в какой-нибудь гил, если у тебя это питоновский какой-нибудь мониторинг. То, соответственно, очевидный минус того, что он медленнее. Да, в случае с пассивным мониторингом очевидно то, что если на самой машине все работает, а снаружи не что-нибудь доступно, то все ок. Поэтому, естественно, как и в любой компании у нас симбиоз одной и другой системы. Соответственно, есть, конечно же, и пассивный мониторинг, и активный мониторинг, и внешний мониторинг, который является мониторингом того, как видит пользователь. Это специальные внешние машины стоят, которые вне нашей инфраструктуры, под которые не прокалываются какие-нибудь фаерволы, нету каких-то специализированных дырок и тому подобных вещей. Потому что, в любом случае, для своей внутренней сети всегда есть какие-то такие поблажки, уступки, в которые он может пролезть, зараза, а пользователя, так сказать, ни черта не видеть. Поэтому, в нашем случае есть две системы мониторинга. С внешнего уровня это, соответственно, внешние HTTP-чеки, ACMP-чеки и тому подобные чеки, которые, что мы убеждаемся, что кто-то пингрится, кто-то Гетовица и так далее и тому подобное. Это обычный такой самописный мониторинг для внешних сервисов. Это раз. Второе, это, соответственно, активный и пассивный мониторинг – это SNMP. То есть, это как и трапы мы шлём, так же и опросы есть. Это, соответственно, вторая система. И третья система – это наша внутренняя самописная система, которой мы пользуемся и которой мы практически заменили SNMP, Zabbix и тому подобные системы, которые имеют практически такую же архитектуру, как Zabbix. Нагиус, по-моему, тоже имеет клиент свой. Кто там ещё из таких систем. Самое известное – это Zabbix, клиент-серверное приложение, которое позволяет строить графики и мониторить какие-то параметры. А вот у нас типа такой штуки, написанной на питоне, есть. Она, собственно, умеет, а, мониторить логи наших демонов, умеет телить логи, и поскольку они в формат синхронизирован между всеми демонами, то он умеет из них находить алерты критические, некритические и строить их, собственно, в нашем мониторинге. Он умеет считать более правильно место на дисках, потому что SNMP, к сожалению, если ты конфиг поправишь и не перепустишь, например, то как бы всего хорошего, в этом смысле. Как было, так и есть. Если, например, продмаунтил новую диру, SNMP не перепустил, тоже у него есть такая фигня, он не найдёт никогда новый маунт, даже если у тебя будет мониторить все диски. Только при старте читай темптап и всё. Или не мтап он читает, по-моему, но не суть. Поэтому у нас есть исправленные некоторые недостатки SNMP, которые нас не совсем устраивают. плюс огромное количество софта, которые мы мониторим тем или иным способом. Например, мы этой софтиной строим графики тарантулов из их статистической информации. А тарантулы – это база данных. Кстати, поподробнее про это тоже скажешь пару слов. Я в ней, конечно, проскакивал информацию, даже на хабре были пасты. Но как-то вроде не набирала популярность тарантул. У вас она в каких целях используется? Вы где её применяете? Для чего? Что в ней храните? Ну, как и все. Зачем все используют MomCash? Зачем все используют Redis? Зачем все используют Monge? И тому подобные решения. Для тех же самых способов. Только вопрос в том, что очевидный плюс для эксплуатации заключается в том, что ты имеешь доступ к непосредственно разработке напрямую. Что, собственно, уменьшает количество хождений, уменьшает время поиска решений. Вообще, это k-value storage, как неоднократно Костя Осьпов говорил на конференциях. Который имеет встроенный ALUA опять же. Ты можешь на ALUA писать хранилочки для, собственно, своих данных. И, собственно, писательские или подобные запросы тоже вполне можешь на этом деле. Но все равно это k-value storage, который, собственно, в памяти хранит таплы и умеет снашотиться. То есть умеет откладывать свое перманентное состояние на диск. И имеет ValWriter, собственно, как Postgres это делает. Когда он пишет влоги непосредственно всех транзакций. Аккуратненько складывает их на диск. Поэтому, когда твой k-value storage скопывается, он достает последний снашот полной памяти. И потом накатывает дефы. Как используется? По-разному. Тут недавно Костя Осьпов приводил... Я, к сожалению, не запомнил фамилию мужчины. Это был деба фейсбука. Костя Осьпов пытался ему объяснить, зачем же нужен тарантул. Он говорил, что зачем тарантул не нужен? Потому, что есть же майская. Кому нужен тарантул? И они с Костей всячески искали варианты. Костя подходил и спрашивал, зачем вы используете тарантул. У нас очень часто используется тарантул как бэкэнд для Nginx. То есть, мы ходим из Nginx луашечкой в тарантул, берем маленькую циферку и отдаем пользователю. Время ответа нашего сервиса. Мы сейчас запускаем небольшой сервис для одноклассников. Для одноклассников мы гарантировали 30 миллисекунд ответа сервиса. 30 миллисекунд? 30 миллисекунд. Очень здорово. Для больших пользователей у нас очень много всяких разных таргетингов и подобных вещей. Там время ответа где-то около 100 миллисекунд. Но поскольку мы должны достаточно быстро отдавать инфу, потому что те, кто использует наши слоты, им еще рендерится и там подобные вещи, мы не имеем права тормозить страницы чужие. Ну да, конечно. Поэтому для нас время критично. И мы используем как раз для получения информации. Потому что селекция по базе достаточно долго, а время ответа всего 100 миллисекунд. Здорово. Ты, кстати, уже неоднократно упоминал эту связку Nginx, Lua. Расскажи немножко подробнее про этот стык связок технологий. В общем, используем действительно Nginx Lua. Это достаточно интересная история была, как мы к этому пришли. Наши разработчики в какой-то момент практически избавились от такого софта, как httpd. Совсем избавились, потому что мы перешли на Python с USGI и Nginx, где используем Ravion Rails типа Puppet. Мы перешли тоже на USGI. В отличие от всех, которые используют Unicorn. Но мы все-таки до конца верим в USGI. В общем, пока не подводит. И в какой-то момент нам нужно было, поскольку у нас динамики, как ты понимаешь, не очень много, у рекламных сервисов динамика такая достаточно относительная штука, потому что мы не можем себе позволить достаточно долгое время что-либо делать. Поэтому нам нужно было сделать какое-то веб-приложение, которое делало достаточно простые вещи, но при этом оно было бы сложнее, чем позволяет сделать логику Nginx. И были варианты решения это писать из разряда PHP, FPM, из разряда USGI, Python, Perl, Apache и так далее. Все подобные связки. То есть рассматривались любые варианты, потому что динамики как таковой практически уже в тот момент не было. Кроме, как я уже говорил, связки USGI, Nginx, Django. И в какой-то момент пришли к такому варианту, что несложную логику можно реализовать на модуле Lua для Nginx. Есть такой человек Ванг, я не знаю как правильно его прочитать, я даже открыл специальный его гитхаб, но все равно не могу прочитать. А мы потом оставим. Чаус Лоу Фу или Лоу Фу Ванг Чай Кок Сай Жи. Потом в шоу нотах напишем. Он написал два очень интересных модуля для Nginx. Это Lua Nginx модуль и Drizzle Nginx модуль. Причем второй мы тоже использовали чуть-чуть, потом отказались от него. Чем, собственно, примечательна Lua для Nginx? Примечательна на следующем. Во-первых, Lua сейчас используют очень многие для встраивания в C. Да, это один из основных паттернов применения Lua. Встраивать различные приложения. Какие-то динамические скрипты, которые без перекомпиляции самого приложения позволяли бы менять некую логику поведения. Точно, да. Соответственно, таким же образом поступили и тарантововцы. Они тоже используют Lua как язык для написания процедур. Также поступили и наши разработчики. Они в итоге выбрали все-таки Lua, попробовали, потестили, в Anzilev Production. Работает эта штука удивительно быстро. Прямо реально быстро. Она не блокируется. То есть, даже при хождениях в те или иные... Мы ходим в основном в K-Value In-Memory Storage, потому что все-таки в Muscul'е мы не ходим без Lua. Но, тем не менее, из Lua ходили даже в Muscul'е через Drizzle, собственно, что позволяет. Тризл – это асинхронный модуль для хождения в Muscul'е для Nginx. Он не только в Muscul'е еще куда-то умеет ходить. В HTFMQ или еще куда-то. А вот, там провайдеры и все такое. Соответственно, это асинхронная библиотека, которая позволяет, опять же, тредам... Процессам Nginx не лочится вхождение в Muscul'е и подобные вещи. И в итоге мы перенесли всю такую быструю динамическую логику, всю, что есть у нас в наших сервисах, на Lua. Мы поставили там отдельный набор фронтов, туда-сюда, в общем, чтобы они не пересекались с основной массой запросов. Ну, в общем, все понятно, там разделение и все такое. Но, как результат, ты получаешь А – только один демон в качестве фронт-энда и отсутствия бэк-эндов. Б – единый язык для написания скриптов фронт-энда. Это, собственно, только Lua. Больше у нас ничего нет. И C, собственно, что ты получаешь – это скорость исполнения. Потому что все-таки скорость исполнения Nginx Lua при одинаковом функционале несложных задач выше значительно, чем Nginx бэк-энд на Apache или USGA. Потому что это connect, это все накладные расходы, сопутствующие которых никуда ты не денешься и которые будут тормозить в любом случае суммарно во время ответа твоего приложения. Имеется в виду они, конечно же, а не логики. В общем, это вариант, который стоит рассматривать, если логика несложная. Опять же, надо понимать, что под несложной логикой я не имею в виду сложение поля А с полем Б. То есть, это, конечно же, сложности значительно больше. Но не все-таки тот функционал, который, не знаю, допустим, интерфейс какого-нибудь приложения на Django, например, перенести на Oluo. Это будет, я думаю, достаточно дорого. Потому что все-таки ОРМ и все такое. Там уже много чего сделано, а в Oluo у тебя, естественно, ничего нет. Вот. В общем, очень хорошая вещь. И надо отдать должное, что один только баг мы словили, который приводил к паданию воркера в кору. Очень-очень-очень-очень-очень редкий баг был. Ну, собственно, это приводило к падению только челда, поэтому на общую, соответственно, рабоспособность сервиса это никак не отражалось. По-моему, там было какое-то физическое ограничение прямо в коде модуля на то ли количество соединений из одного процесса, то ли на количество открытых дескрипторов. Ну, что-то такое. Там где-то 64, короче, было за хардкоржено. Уж не помню, в какой именно степи там было. Если ты как бы брал больше 64-х, значит, чудно складывался. Ну, в общем, это не самая большая проблема. Ну, понятно, да. Слушай, ну, здорово, да. Тоже такая интересная связка использования. Надо будет тоже у нас съездить в некоторые места, где хотелось бы это тоже применить. После разговора с тобой наша уверенность, моя уверенность в этой связке тоже укрепла. А насчёт связок я тебе могу сказать ещё, что если у тебя есть какие-нибудь Rabion Rails, то могу посоветовать. Я вот сколько в интернетах не читал разных вариантов поднятия Rabion Rails, там, Python, Jungle. Очень, ну, как бы стандартом считается как, типа, Python, UsGuy, Rabion Rails, Unicorn. Всё, Unicorn, да, и никаких гвоздей. Вот. Ну, как оказывается, UsGuy работает и с Rails, и, собственно, у Unicorn есть ещё и Gunicorn. Ну, да, 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 да. Вот. Насчёт Gunicorn не знаю, не могу ничего сказать, но вот связка UsGuy с Rabion Rails, во всяком случае мастер Паппета, на нём работает прям как из пушки. И есть подозрение, что у меня просто не так много Rails-приложений, то есть я использовал только для двух приложений. Это Redmine и, собственно, Puppet. На обоих, собственно, UsGuy с REC прям работает как надо. И никаких проблем у меня не было. И, в общем, советую посмотреть в эту сторону кому-нибудь, если будет интересно. Потому что использование всё-таки достаточно… Я-то это делал по одной простой причине, чтобы универсализировать свои бэкэнды. Ну, да. Но, тем не менее, никаких побочных и сайт-эффектов я не обнаружил. Здорово. Ну, тоже, может быть, кому-то пригодится такой вот совет, кто вдруг не сдал. Ну, вот, может быть, если меня всё-таки кто-нибудь, кто слушает твой подкаст, даст мне инвайт на Хаббр. Может быть, это даже буду… Я за инвайт, да, могу написать статью. Может быть, это даже буду я. Да, я могу за инвайт статью написать. Потому что я потерял свой старый аккаунт, короче. Понятно. Слушай, ну что ж, спасибо, Кость, что пришёл в гости. В общем, мне кажется… Ну, скорее, ты пришёл в гости. Да. Но, тем не менее, спасибо за такую интересную беседу. Я думаю, многим будет любопытно, интересно, познавательно услышать. Здорово. Ну, надеюсь, ещё как-нибудь, может быть, запишем, приходи в гости. Ну, если у тебя, твоих слушателей станет больше, чем я и ты… Ну, если кому-то что-то интересное из того, что мы с тобой быстро пробежали, то мы, я думаю, можем подготовиться и рассказать об этом значительно подробнее. Да. Я думаю, мы с тобой оставим ссылочки на те какие-то инструменты, упоминаемые в подкасте штуки в шоу-нотах. Поэтому, в общем, если кому-то интересно, не стесняйтесь, задавайте, спрашивайте. Мы с удовольствием ещё соберёмся и запишем. Обязательно. Ну, на этом предлагаю закончить. Ещё раз спасибо, что пришёл. Всё. Всем счастливо. До новых встреч. Пока-пока.